МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня работа – это на первом месте. И даже когда я боюсь, моя работа не предусматривает больничного листа. Я должна там… Уже у меня операции согласованы, приемы согласованы. Я должна таблетку выпить и на прием, сделать лицо и быть здоровой. У меня никого в родне нету врачей и медицинских работников. Просто у моих родителей была подруга-акушер-гинеколог. И вот она была очень красивая женщина, очень красивая. И, видимо, с детства я на нее вот смотрела-смотрела. И вообще я не хотела в медицинский институт поступать. Хотела в юридический, но вот как-то так по настоянию родителей, потому что они хотели бы меня отпускать из города, хотели бы, чтобы я была рядом. Меня заставили в медицинский институт. А раз заставили, я стала акушером-гинекологом, как вот мне эта женщина представлялась. А профессия никогда не жалела. Мне очень нравится моя профессия, очень нравится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делаются дырочки в животе, вводится туда оптика, и осматриваются все органы, которые находятся в животе. Это современные эндоскопические операции, которые позволяют женщине посмотреть, что происходит у нее в животе. У женщины бесплодие, мы это можем говорить, да? У женщины бесплодие, значит, выраженные боли в животе. Вот нужно найти причину. Вот сейчас буду проходимость труб проверять. Вот, бежим, хорошо. Это труба проходима. Это тоже. И та следующая, вот эта. Ну, еще не продавила. Вон пошло, да, видите? Раньше, когда еще таких операций не было, то по поводу спаечного процесса, конечно, операции никто не делал. Они, женщины, эти женщины, котами ездили на курорты, лечили, лечились, лечились. Ну, и, как правило, это было малоэффективно. Я работаю и иногда просто сама диву даюсь, какие изменения происходят. Настолько медицина ушла вперед. То, что раньше мы делали скальпель и твои глаза, без всякого увеличительного стекла, то сейчас мы делаем то, что раньше люди по 10 дней, по 2 недели лежали в стационаре. Сейчас сутки, и пациент выписывается. И ты в животе все сделал, и живот не разрезан, и эффект от операции гораздо быстрее. То есть медицина вообще ушла очень далеко. В операционную я попала, будучи студенткой. А когда сама первый раз взяла скальпель в руки, это было вообще интересно. До сих пор эти ощущения у меня остались. Поскольку я была отличницей, мне вот предложили сразу клиническую ординатуру. И у меня первое занятие было в онкодиспансере. Там уже надо было работать. Я сначала научилась оперировать, удалять матки, экстерпации матки делать. А после этого, когда я закончила, там пришла в гинекологию работать, то следующая моя, после вот этого большого объемного операции, у меня была нематочная беременность. И я в ужасе была, в ужасе, потому что я то умела, а это я еще ни разу не видела. Потом меня родина послала в третий родительный дом. Я работала в акушерстве год и дежурила в гинекологии в акушерстве. Ну, там ротация всегда была. И раньше врач должен был работать и в акушерстве, допустим, год. Потом год в гинекологии, потом год в женской консультации, и опять вот эта ротация была. Сейчас, конечно, этого нет. И вот тогда открылась, построилась Старогородская больница, и приказом госздравотдела меня туда перевели, хотя не очень я туда и хотела, но перевели. И я уже вот с той поры там и работала, с 78-го года врачом-гинекологом. Десять лет я проработала в оперативной гинекологии, то есть это операция, 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 операция. А в 86-м году меня назначили заведующей другой гинекологией, гнойно-септической. Там были осложнения после родов, после абортов, тогда очень много было криминальных абортов, и очень много было осложнений после кесаревых сечений, после родов. И была очень высокая материнская смертность. Вот это тяжёлое отделение мне на плечи легло, и ещё я была главным гинекологом города. И мне было 32 года. Ни одной ночи я практически не ночевала дома. С утра у меня были свои операции в отделении, и много было, до пяти перитонитов в день было. А ночью меня среди ночи вызывали в какой-то из родильных домов, там, где или кесарево было, или какое-то осложнение. Среди ночи я просыпалась от звонка в дверь. И так это продолжалось так долго, пока я не вышла в платьяной шкаф. Ничего. С Тамарой Владимировной я работаю уже более пяти лет. Это прекрасный руководитель, прекрасный учитель, который очень много мне дал как в профессиональном смысле, так и как человек. Она очень добрая, отзывчивая, всегда готова прийти на помощь, всегда рада подсказать, всегда поможет, всегда научит, покажет. Крутые книжки сейчас у нас в основном все же в интернете, но нужно все равно знать классику. А чтобы к классике вернуться, нужно иметь вот такие книги, которые вот и показывают классику, как нужно оперировать, что нужно всегда к этому возвращаться. Есть вот книги, которые, ну вот это, ездишь на конгрессы, это разные статьи, которые вот за год вышли. Конечно, надо читать, иначе, а как ты, все же, все течет, все изменяется. Собянин наш, он награждает меня со званием заслуженный врач Российской Федерации в пятом году. Это же, ну, даже не знаю, это просто какая-то офисная часть моей работы. Я просто к наградам отношусь. У меня у папы, у папы было очень много наград, он к этому очень трепетно относился, и можно сказать, что было более трепетно для моего отца это. Я говорю, папочка, это только для тебя, только для тебя. А вот в вашей работе для вас награда, это что сейчас? Признание пациентов, я даже думать не буду, признание пациентов, потому что пациенты ко мне ходят еще с советских времен, это пациенты, их дети, их внуки. Когда я начинала работать, я же совсем была молода, мне было 23 года, я начинала работать. Вот представьте себе, я работала уже в гинекологическом отделении, понятно, что и операции, и все это присутствовало. И вот женщины были тогда молодыми, потом они некоторые благодаря усилиям родили, у них появились дети, у детей появились дети, и вот видите. Говорят, что врачи циничные, они относятся к этому, да, может быть, в какой-то степени, да, потому что мы понимаем, что что-то можно излечить, что-то можно не излечить, но человек должен понимать, что вообще у него, что за заболевание. И понятно, что когда что-то, даже это пусть не смертельно, но какое-то заболевание, которое требует длительного лечения, конечно, нужно сказать, что да, ну вот так вот, но это не смертельно. Важно не скрыть и важно не завуалировать это все, а просто сказать, ну, сказать так, чтобы человек понимал, что есть надежда. Человек-то, у него же сразу сначала паника, и поэтому нужно, ну, может быть, даром убеждения, но это все с годами приходит. Красота, либо вот она есть, либо нет, то есть зацикливаться на красоте, быть лучше, чем ты есть на самом деле, или там, как, можно подчеркнуть, конечно, что-то, можно из некрасивого красиво сделать. Ведь человек, ведь это расхожее мнение, когда человек может быть красив до того, как в моментах, пока не откроет рот. Красота, что такое красота? Вот я не, с детства, с детства мне всегда говорили, что я красивая. Я никогда не была обделена вниманием мужчин, никогда, ни в каком возрасте, вот ни в каком, до сего момента. Поскольку мы все-таки лицом перед пациентом постоянно находимся, понятно, что нужно уважать пациента. Абы какой, перед пациентом ты сидеть не будешь. Понятно, что у тебя должно... Ведь вы понимаете, мы такие же люди, как все. И у нас есть проблемы, у нас иногда болит голова, у нас иногда повышается давление, у нас иногда бывают даже проблемы и другого характера, и домашние всякие. Но пациент-то приходит со своей болью, ему абсолютно... I don't care, что у тебя там дома. Он ждет от меня какой-то помощи. Поэтому я должна уметь держать лицо. А чтобы его держать, оно чтобы было, а чтобы было, за ним надо ухаживать. Очень долгое время я ходила и в зал, и занималась. С лицом я занимаюсь, ну, лет, наверное, с 30, может быть, регулярно раз в неделю я хожу, что-то делаю с лицом. Потому что, ну, понимаете, даже машина, которая вообще бездушная железяка, она требует раз в год технического осмотра. Поэтому человек, ну, я иногда даже эту фразу говорю пациентам, что человек-то все-таки живой, и он эксплуатирует свой организм гораздо интенсивнее, чем даже ту же машину. Поэтому вы хоть раз-то в году показывайтесь и какой-то скрининг делайте. Точно так же, как машину делают скрининг на техобслуживание. И какой-то тюнинг-то надо придать тоже. Ну, а как? А как? Ну, приду я вся в этом, в заношенном халате, значит, с неухоженным лицом. После того, как у меня давление поднялось или, значит, не причесано, это будет неуважение к моему пациенту. Я считаю, что у меня вообще все красивые пациенты. Вот я прихожу, смотрю, девочка придет, у меня там молоденькая или женщина. Ах, боже мой, какая красавица! Вот просто красавица! Сейчас, конечно, уже когда ты всего, ну, не всего, конечно, можно еще достигать чего-то и пытаться кверху улететь. Вот, достиг, ну, определенных каких-то чего-то достиг, поэтому здоровья, чтобы на все хватило, на все мечты-то хватило, чтобы здоровья, вот, держаться пока в селе. В селе, покойный папочка, царство небесное, говорил, доченька, работай, работай, пока работается, на пенсию не ходи. Поскольку папочка мой недавно умер, я строго должна следовать его приказам. Я всегда была очень послушным ребенком, я всегда следовала советам родителей, всегда. Если мой брат и сестра могли отступить, я никогда. Было приказано, согласно, не согласно я, я делала. И до сих пор. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»